Сейчас с нами на связи военный эксперт-политолог Вахтанг Моисайя. Вахтанг, здравствуйте. Здравствуйте. Как следует воспринимать вот эти слова российского кремлевского диктатора Владимира Путина и его приспешников, которые говорят, что это пока что еще незначительный потенциал, который они используют в войне против Украины. К чему нужно готовиться? Ну, я думаю, что эти слова, как говорится, являются актом, я бы сказал, отчаяния в том плане, что, скорее всего, не так идут дела у оккупационных российских войск. Это факт. Естественно, скорее всего, это был специальный сброс для внутреннего потребления и фактически этим Путин готовит свое население в том плане, что он может объявить мобилизацию, хотя бы частичную мобилизацию, как в свое время было объявлено советским руководством во время вторжения в Афганистане в 1982 или 1985 годах. Так что вот такую схему как раз Путин подготавливает, потому что ему явно не хватает те, так сказать, вооруженные силы, которые, так сказать, занимаются оккупацией Украины. И недавние, как говорится, большие успехи, я прямо вам скажу, стратегические успехи украинских вооруженных сил по отношению к острову Змеиному и особенно активный переход к новому стратегическому подходу от круговой обороны к активной обороне, как уже заявлял главнокомандующий ВСУ, господин генерал Залужный, как раз дает повод для того, чтобы украинские вооруженные силы уже, так сказать, переходят к контрнаступлению и уже фактически, так сказать, на фронтах ситуация уже меняется не в пользу, так сказать, российских оккупационных войск, а в сторону уже украинских вооруженных сил. Да, естественно, в Донбассе остается очень тяжелая ситуация, это, естественно, понятно, потому что в Донбассе как раз российские оккупационные силы создали две оперативные группировки, это Север и Юг, и как раз они мобилизировали свои последние, как говорится, стратегические резервы, которые Путин, как говорится, смог использовать, мог использовать в Украине, естественно, и вот как-то вот захватили, так сказать, сейчас, но я думаю, что новая, как говорится, оборонная вторая, второй эшелон оборонной линии, начиная с Северска, Северск, Солидар и Бахмут, я думаю, что не дат возможности российским оккупантам развить свое, так сказать, наступление. То есть они сейчас уже на выдохе, так оно получается, и фактически такие вот слова Путина можно именно вот в контексте вот такого, я бы сказал, заявления, можно интерпретировать. Кстати, здесь еще следует очень, такое, я бы сказал, неприятное, как говорится, заявление, которое сделал, как вы знаете, начальник генерального штаба белорусских вооруженных сил в ранге генерал-майора, фамилию, к сожалению, не помню, но он прямо пригрозил, так сказать, Польше, республике Польши, что Беларусь готова начать боевые действия против Польши. Я думаю, что как раз этим заявлением уже подтверждается, что Белоруссия может включиться, так сказать, в войну против Украины, и как раз российско-белорусские новые оккупационные силы могут ударить уже с севера. Это уже серьезное, так сказать, заявление. Я думаю, что как раз заявление начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил и заявление товарища Путина, я думаю, что были не случайны. То есть, скорее всего, российские вооруженные силы или руководство российских вооруженных сил собирается как раз вовлечь Республику Беларусь в военную кампанию против Украины. И вот как раз объявлением, как говорится, частистной мобилизации, которая будет уже, так сказать, имеется абсолютно уже, я бы сказал, официальную, я бы сказал, мобилизацию, уже, так сказать, Путин собирается вот как-то по-своему, как говорится, по его, так сказать, прикидке, как-то закончить военную кампанию, которая уже становится для России, для Кремля очень, я бы сказал, трудоемким. В смысле, так сказать, насчет затратов, естественно, и в смысле того, что уже, так сказать, те ресурсы, которые были выделены в рамках, вот это, я бы сказал, военной интервенции на этом этапе, хотя бы на втором, так сказать, этапе, уже, как говорится, уже все, они уже использованы. И уже, так сказать, если так пойдет дело, то украинские вооруженные силы могут серьезно, как говорится, потеснить российских оккупантов, а это уже будет невыгодно Кремлю. Ну, если говорить о мощностях, которыми обладает белорусская армия, вот что вы можете тут сказать? Какие силы могут противостоять украинским вооруженным силам со стороны Беларуси? И насколько они будут, скажем так, смешаны с российскими силами? Да, естественно, сейчас мощность белорусской армии, естественно, уступает мощности украинских вооруженных сил, естественно. Но в контексте того, что это будут смешанные, так сказать, группировки, кстати, такие вот коалиционные силы, группировки российские вооруженные силы уже создали, они уже имеют опыт создания таких коалиционных сил. Как вы знаете, в 2017 году они создали такую так называемую коалицию группировки в оккупированной Абхазии, в Грузии, и создали в Армении. То есть это две такие коалиционные группировки. То есть то же самое, более таком, я бы сказал, принострологическом уровне российские вооруженные силы и руководство будут создавать и в Беларуси. То есть я не думаю, что оно начнется сегодня-завтра, но потому что для этого нужна, так сказать, серьезная подготовка. Я думаю, что подготовка к этому, так сказать, варианту уже осуществляется. Потому что вот заявление, еще раз хочу подчеркнуть, начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил уже дает основание вот такому, так сказать, развитию событий. То есть белорусские вооруженные силы, они фактически более-менее по сравнению, как говорится, с украинским и польским, так сказать, вооруженными силами, они все малочислены, но вкупая, так сказать, с группировкой, как говорится, оперативно-соргийского командования Запад и особенно Калининградской, так сказать, в области сатированной 11-й гвардейской армии, они могут создавать, я бы сказал, такую мощную, я бы сказал, такую военную группировку. То есть и в этом контексте Лукашенко придется опять мобилизировать, то есть объявить мобилизацию. Кстати, Лукашенко провел, я бы сказал, военно-тактические учения с привлечения, так сказать, сил резерва. То есть он уже фактически провел такую симулятивную, так сказать, военную игру с тем, чтобы мобилизировать уже мобилизационный состав внутри Беларуси. Я думаю, что они были, так сказать, подготовлены. Эти учения прошли, я не знаю, в Гродном и, если не ошибаюсь, в Бресте. И это уже дает основание тому, что Лукашенко тоже может объявить такую мобилизацию. Ну, а в отличие от Путина, естественно, у Лукашенко руки, естественно, открыты. Он фактически является диктатором. Естественно, как у диктатора, он может, так сказать, позволить то, что не может позволить Путин. Хотя Россия является авторитарным, так сказать, государством. Уже, так сказать, переходящим тоталитарным режимом. Но в отличие от Лукашенко, Путин более-менее, так сказать, сдержан. Потому что все-таки играет, так сказать, я бы сказал, внутренний фактор. А сейчас объявить войну даже Украине Путину очень невыгодно. Потому что он может этим потерять свою власть. Так что в этом контексте, вот Купе, так сказать, с Белоруссией, и, естественно, Россия может, так сказать, создавать, я бы сказал, такой плацдарм, угрожающий плацдарм в сторону, так сказать, Украины. И наметить два таких стратегических удара. Первый, естественно, это Киев, другой ровно Луск. То есть здесь тактика, то есть стратегические, так сказать, подходы Кремля в Купе, так сказать, с Белоруссией очевидны. То есть они хотят перерезать те, я бы сказал, стратегические коммуникационные линии, по которым, так сказать, Украина становится модернизированными и ударными вооружениями с Запада. И, естественно, вот это перекрытие, так сказать, этих путей очень важно для оккупационных сил Российской Федерации. Потому что они уже, как говорится, в каком-то смысле, латетно хотя бы проигрывают в боевых действиях уже против Украины. И я должен сказать, что очень интересно как раз вот инициатива друг американских сенаторов. Это господина Линдси Гемми и Ричарда Блюментала, которые уже, так сказать, подготовили уже, по-моему, как очевидно специальный, как говорится, законопроект, о котором Украине могут предоставить тактические ракеты МГ-140, типа, значит, АТАКС, и где уже, так сказать, с дальностью стрельбы до 300 километров. Это, естественно, для РСЗО «Хаймерс», которые уже задействованы, так сказать, в войне в Украине и уже дают свои, я бы сказал, позитивные результаты. И это уже видно по боевым действиям на фронтах в Украине. Особенно на Уст-Земенной и под Харковом. Господин Вахтанг, разведка Британии сообщает, что российские войска, вероятно, взяли сейчас паузу для пополнения своих запасов перед последующим наступлением в Донецкой области. Россия концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска, примерно в 8 километрах западнее от нынешней российской линии фронта. Существует реальная вероятность, что ближайшей тактической целью России будет сам Северск. Российские силы пытаются продвигаться дальше к вероятной оперативной цели городскому району Славянска-Краматорска. Но там это все происходит очень туго и очень с большими усилиями и потерями. И вот видим сообщение, что буквально за последние сутки российские войска обстреляли Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую громады Сумской области, Новгород-Северской, Черниговской области. Об этом информирует Госпогранслужба в Фейсбуке. Зам. начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Алексей Громов заявляет, что войска Российской Федерации наращивают систему огневого поражения на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях. Для чего это делается? Ведь даже на Донбассе, на направлении Северска, Краматорска у российской армии сейчас нету сил, и они сейчас перегруппировываются для того, чтобы пополнить свои запасы. Для чего делается вот этот маневр? Это для того, чтобы отвлечь внимание? Или там реально могут начаться опять боевые действия и вторжение Сумской области? Как вы думаете? Да, вы абсолютно правы. Скорее всего, это отвлекающие удары, потому что они хотят этим, как говорится, рассечь силы украинских вооруженных сил, чтобы не дать возможность украинским военным как раз усилить вторую эшелон обороны. Это, естественно, Северск, Солидар и Бахмут. И в этом контексте, естественно, они хотят еще, как говорится, создать угрожающие удары в сторону Харькова. То есть это их, так сказать, такое, я бы сказал, тактические ходы. Я думаю, что это более отвлекающие удары, потому что вы остальные правы. Они взяли, фактически, оперативную паузу, это недолго. Они уже ждут сейчас подкрепления. По моим данным, как раз уже в Башкорстане уже готовится первое, так сказать, я бы сказал, так сказать, такое резервное батальонное, так сказать, тактического уровня, значит, мобильных сил, которые должны были, которые должны будут перебросить в сторону Донбасса. И, естественно, с юга тоже, так сказать, тоже, так сказать, собираются перебросить в основном, как говорится, из оккупированной Абхазии. Вот по моим данным, так сказать. И в этом контексте, вот, значит, потому что у них и сягли, так сказать, тактические резервы, как я и говорил. То есть это подтверждает, так сказать, мои, так говорится, выводы о том, что у российских вооруженных сил уже иссякли, так сказать, стадистические резервы, оперативные, стадистические резервы в сторону, так сказать, Донбасса. И они уже не могут развивать, значит, скоростную, так сказать, атаки в сторону, как говорится, вот второй линии обороны, в которой, как говорится, украинские вооруженные уже, значит, Перешли, как говорится, в плановом контексте, планово перешли и уже оборудовали новую, так сказать, защитную линию против российских оккупационных сил. И, естественно, сейчас российские оккупационные силы не могут прорвать эту вторую линию, потому что они до сих пор грызут уже, так сказать, так называемые украинские линии Маннергейма у Автеевки и Макеевки. И до сих пор не могут даже прорвать самую, так сказать, центр. Это, так сказать, такой второй линии, я как назвал, это украинский Маннергейм, линию украинского Маннергейма. То есть в этом контексте, я думаю, что российские вооруженные силы не хотят, чтобы украинские вооруженные сконцентрировали свои, так сказать, ударные силы, потому что, как вы знаете, украинские вооруженные силы уже перешли на новую, так сказать, статистскую, значит, такую статистскую линию. Это называется активная оборона, то есть от круговой обороны. Кстати, круговая оборона была очень эффективно продемонстрирована представителями украинских вооруженных сил. Они уже использовали опыт своих прадедов. Такой тактикой воевала УПА, украинская повстанческая армия, которая очень эффективно боролась с войсками НКВД и красными частями, в отличие от лесных братьев Прибалтики. Это тоже интересный факт. И вот использование так называемого круговой обороны и перехода к активной обороны, это уже дает большой плюс для вооруженных сил Украины и большой минус для оккупационных сил российских вооруженных сил. Это уже очевидный факт. Так что я думаю, что как раз они боятся, что если на луганской оккупационной линии украинские вооруженные силы, они могут перейти уже к контрнаступлению по фланговым линиям, то это может означать, что украинские вооруженные могут возвратить те позиции, которые у них были в Луганске. — Господин Вахтанг, появилась информация из Офиса президента Украины о том, что общие санитарные потери российских оккупантов в Украине составляют от 98 до 117 тысяч человек. Среди них 37 тысяч погибших и общие вот эти санитарные потери от 98 до 117 тысяч. Это раненые, травмированные, больные военные, которые потеряли боеспособность не менее чем на сутки. Какова часть этих санитарных потерь от общей мощности российской армии, которая сконцентрирована сейчас и участвует в боевых действиях и сконцентрирована на границах с Украиной? Как вы считаете? — По моему мнению, это отчиненность примерно 250 тысяч человек. То есть это общие, как говорится, ударные силы российско-оккупационных войск как внутри Украины, так и прилежных регионов Российской Федерации. И я думаю, что как раз в этих цифрах, скорее всего, доля так называемых неформальных вооруженных силах доходит до половины. Потому что российские вооруженные используют такую тактику. Они фактически смешивают силы ЧВК, то есть частных военных компаний, например, «Вагнер», «Патриот» и так далее. Используют так называемых добровольцев, которые они перебрасывают, например, с оккупированной территории Абхазии, Южной Осетии и других, так сказать, частей. Они не оформляют, как говорится, боевые, как говорится, в боевых, как говорится, уложенных, так сказать, частях. То есть и в этом, как они хотят этим, как говорится, снизить официальные потери вооруженных сил Российской Федерации. То есть здесь, я думаю, что доля, как говорится, так называемых, так говорится, парамилитаризированных, так сказать, частей, я думаю, что будет, я бы сказал, довольно-таки высокая. Здесь еще надо добавить и так называемые, как говорится, оперативно-соргийские части Луганской и Донецкой, так называемые, первого и второго корпуса, которые тоже участвуют в оккупации Украины. То есть эти, они, как говорится, тоже, так сказать, должны совокупности, как говорится, взять как единое, как говорится, целое. Кстати, вот на днях Владимир Путин уже подписывает указ о том, что, значит, так называемые вооруженные силы, как говорится, украинских, то есть Луганская и Донецкая, сепаратистских сил будут приравниваться к статусу вооруженных сил Российской Федерации. То есть представители вооруженных Российской Федерации это уже говорят о многом. Так что я думаю, что совокупности, да, это абсолютно, так сказать, точечные цифры, но здесь Кремль, так сказать, умудряется как-то манипулировать такими цифрами, потому что они говорят официально, мол, так сказать, вооруженные силы, то есть Российской Федерации, которые якобы, так сказать, занимают более вспомогательные, как говорится, значит, функции, занимаются функциями. Вот эти цифры в этом контексте, они занижены, но зато абсолютно на фоне вот таких параментализированных и таких, я бы сказал, добровольческих, я бы сказал, корпусов, узнаваться сказать, эта цифра как раз уже достигается вот того масштаба. Но это ничего не означает, потому что это тоже, так сказать, ударяет по, то есть это тоже бьет по Путину и путинскому режиму, потому что там же, как говорится, мобилизируют те же граждане Российской Федерации, так что в этом есть, нет никакого, так сказать, различия. Это может, Путин, так сказать, может лавировать или использовать как эффект психологической войны для своего населения. Что, мол, так сказать, потери, санитарные потери, даже, так сказать, так называемые двухсотки в российских вооруженных силах, якобы, так сказать, занижены. Хотя абсолютно точно сказали, что эти цифры как раз дают уже конкретную, как говорится, символику, как уже ведется боевые действия в Украине. Вы знаете, тут внутри украинского общества возникают различные такие, скажем так, мнения о том и вопросы к генеральному штабу и к нашим военным, когда же Украина начнет наступление, когда же Украина ударит по Керченскому мосту, когда Украина начнет, скажем так, обстреливать российские города. Вот экс-командующий НАТО генерал Филипп Бридлов предложил использовать для удара по мосту через Керченский пролив ракеты «Гарпун». Он говорит, что украинские военные уже имеют нужное оружие для нанесения удара по Крымскому мосту, и Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, используя недавно поставленные ракеты «Гарпун». При этом Бридлов подчеркнул, что Керченский мост является законной целью. Как вы считаете, насколько сейчас важно именно атаковать вот такие цели для Украины? Или все-таки нужно сконцентрироваться больше на, скажем так, тех горячих точках, которые существуют сейчас на территории Украины? Ну, я думаю, что украинские военные уже перешли, так сказать, новые, так сказать, ведения боевых действий к активной обороне. Это уже большой плюс, как уже сказал. Я думаю, что главная, так сказать, задача, какая перерезать те, я бы сказал, сухопутные, так сказать, коммуникации, которые ведут от Ростова в направлении Мариуполя и оккупирование Мариуполя и в сторону Херсона. Это более важно, потому что российские оккупационные силы используют именно этот, я бы сказал, маршрут, нежели, так сказать, Керченский мост. Керченский мост как раз перебрасывать, так сказать, вооружение и так далее. Это очень, я бы сказал, очень дорогое, как говорится, мероприятие. И в этом контексте, я думаю, что вот как раз перереза вот те, так внутрисухопутные, как раз коммуникационные, так сказать, моменты с помощью и тех партизанских движений, которые уже развиваются, так сказать, в Херсонской оккупированной Херсонской области. Я думаю, что скоро появится и в оккупированной Мариуполе и прибрежных, так сказать, территориях. Будет очень, я бы сказал, активной, я бы сказал, диверсионной, так сказать, войне. Будет принять более, я бы сказал, хорошие плоды, чем, например, ударить по Керченскому мосту. Потому что Керченский мост сейчас очень, я бы сказал, хорошо, так сказать, защищен с помощью, так сказать, системы ПВО, ПРО и так далее. И сейчас ударить по Керченскому мосту, где абсолютно, так сказать, мало перебрасывается, абсолютно, военная техника, более-менее перебрасывается внутренней, так сказать, таким, я бы сказал, внутренней, сухопутной коммуникационной системой. Потому что более выгодно. Потому что как раз в сторону фронта там не более там 100 или 200 километров. И более выгодно, так сказать, российским оккупационным вооруженным силам в сторону тылового обеспечения. Перебросить именно этим, так сказать, таким способом, я думаю, что это будет более, я бы сказал, болезненным ударом для российских оккупационных силам. И, естественно, потом это не даст возможность кремлевским, так сказать, официантам говорить, вот видите, вот они, украинские вооруженные силы, там взрывают, так называемые, так сказать, мирные, как говорится, коммуникационные системы. Потому что российские войска психологической подготовки для психологической, то есть российские вооруженные силы, то есть Кенштаб может использовать этот как один из таких, я бы сказал, поводов ведения психологической войны против Украины. Я думаю, что чисто военно-стагической точки зрения, я думаю, что вот как раз удары, так сказать, более близким, так сказать, фронтовым линиям поле принесет более выгодные позиции для украинских вооруженных сил и даст возможность поле нарастить свои ударные силы и перейти уже в масштабную контраступление, хотя бы, чтобы прорвать фронт, хотя бы, так сказать, в течение, там, 20-50 километров, который даст очень высомые, высомые, как говорится, положительные результаты Украины в целом. Еще вопросы по поставкам вооружений в Украину. Вот эти ракетные системы залпового огня, которые поставляют Украине, Хаймрос, МЛРС, насколько они могут изменить, скажем так, стратегию боевых действий на территории Украины? Если раньше мы видели, что украинские вооруженные силы активно уничтожали бронетехнику противника, живую силу, то теперь мы видим, что удары начали наноситься по складам вооружения и боеприпасов и подвоз горючего к позициям российских оккупационных войск. Вот эта тактика, насколько она эффективна, насколько она себя оправдывает, как вы думаете? Оно стопроцентно оправдывает, я прямо могу сказать, потому что я сейчас не буду раскрывать войну ТАНУ. Это было официально, так сказать, заявлено представителем Генштаба вооруженных сил Украины, что сейчас примерно 10 таких единиц уже задействованы в боевых действиях против российских оккупационных сил, и они уже дают свои плоды. Если это еще умножить на хотя бы 4-5 раз, то это даст более серьезные, я бы сказал, плоды. И я думаю, что как раз изматывание противника на логистических и на тыловых, так сказать, критических точках приведет как раз фактически к дезорганизации управления войсками оккупационных сил. Естественно, вот и будет очень эффективно в том плане, которым я сейчас сказал по отношению, как могут развивать украинские вооруженные силы свои контрнаступательные действия и боевые операции вести в очень успешном варианте. Так что в этом контексте вот как раз наращивание вот этих ударного потенциала вот таких РСЗО новейшего типа ударного характера как раз еще умножит, я бы сказал, и ускорит тот, например, потенциал украинских вооруженных сил, который даст им возможность перейти уже в контрнаступление не только в отдельных тактических уровнях всей линии фронта, протяженности от Харькова до премьера Николаева, но уже, так сказать, уже иметь такую системную, так сказать, преимущество над оккупационными силами российских вооруженных сил и уже хотя бы тактическо перейти на уровне, взять в свои руки уже инициативу. Вахтанг, ну все-таки вот это вооружение, оно, вы говорите, что это позволит украинской армии перейти в контрнаступление, но это вооружение, оно ведь дорогостоящее, его можно считать просто фактически на пальцах. Каждый заряд, я так понимаю, украинская армия его оберегает, то есть абсолютно другой подход, нежели в российской армии. И там вооружений много. Оно неточное, его можно забрасывать ковровыми бомбардировками, ракетными ударами вот со стороны Украины. Вот этот момент контрнаступления, я так понимаю, он будет проводиться исключительно вот этим старым советским вооружением? Ну, это будет комбинированный вариант. Во-первых, так сказать, украинские вооруженные силы имеют большое преимущество в специалистах по артиллерийно-ракетным, так сказать, войскам. Это факт очевидно. Они более эффективно используют те ресурсы, которые у них имеются в своем распоряжении. Это факт. И я должен сказать, что, как говорится, я думаю, что как раз такие расходы могут покрыться по линии Ленд-Лист-2, которые сейчас американцы уже осваивают. И как раз вот этот фактор уже не будет иметь такого, я бы сказал, такого в экономическом плане негативного, так сказать, влияния. То есть вооружение будет поставляться Украине. Вот главное, чтобы вооружения были поставлены хотя бы, как говорится, в таком количестве, как я сказал, в четырехкратном, так сказать, измерении хотя бы. Хотя вот представитель вооруженных сил Украины сказал, что им нужно примерно, так сказать, двадцатикратное, так сказать, владение такого оружия, чтобы изменить, так сказать, в стратегическом плане ход действий на фронтах. Но я думаю, что как раз четырехкратное хотя бы, так сказать, например, получение такой техники даст возможность украинских вооруженных сил хотя бы на оперативно-техническом уровне уже взять такую инициативу в руки. Это тоже будет очень интересным, очень важным фактом. И хотя бы вот так даст возможность украинскому вооружению хотя бы перебить те тыловые и логистические, так сказать, звенья, которым сейчас главным образом снабжаются оккупационные силы российского вооруженного сил примерно, так сказать, трех кумуляционных, так сказать, точках. Это Донбасс, это Харьков и Хельсон. Вахтанг, спасибо вам большое за комментарии, что вы присоединились к нашему эфиру. Хорошего дня желаем. Вахтанг Моисайя, военный эксперт. Слава Украине. Военный эксперт, политолог был с нами на связи.